дедушка олеся почему без кепки сегодня одеть так будет красивее серьезно если ты считаешь в кепке красивее почему сам не одел не ношу брешь говорю что не носишь зачем а у тебя селедец чуприна оселедец шуточное название классическое название чуприна чупчик кучерявый да чуприна повторите чуприна ну чтобы вы знали в следующий раз что тут непонятно так я по крайней мере за что это оселедец я брушу чуприна оселедец это знаете что селедка оселедец это селедка откройте пожалуйста google переводчик посмотрите что такое оселедец почему-то вам прилипал но не к вам я имею ввиду частности а вот отличие было запорожских казаков так скажем чуприна насколько я знаю не буду настаивать ну по крайней мере у меня так вы понимаете никакого отношения к украинской культуры не имеете оселедец тарас шевченко ни день не пишет оселедец его вирш иван петкова звучит так как приблизно на память закручивши чорні гуси за ухо чуприну підняв шапку човни стали нехай ворог гине не в синопу отамане панове молодці а у царград до султана поїдемо в гості добре батько отамане кругом заревіло спасибі вам надів шапку знову закипіло синє море вздов байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає це мій найлюбиміший вірш тараса григоровича шевченка селяки це так казали народі так казали че то вы отключились так неожиданно отключился бывает не помню может рулетка или вы давайте вот так вот ручки поставим будем говорить держите так все время вот так да зачем а чтобы не говорили что я вас отключил чтобы к мышке не торкали я же говорю что вы отключили я говорю отключилась это же не я так ну а кто знает может вы отключили не знаю бывают рулетки глюки такие ага ну как вы считаете действия о дкб замечательно скажите даже если будет вот типа как вот там на болотно или еще где-нибудь вот типа как хабаровске можно будет вот так сказать вот ну ребятам из казахстана и вот военным тоже как бы популять по ним им это кому ребятам из казахстана вот они вот когда будет заваруха где-нибудь ну там будем говорить на болотной хабаровске ну где там еще было в уфе там по моему где-то было вот если будет какая-то там демонстрация можно будет отказать и попроситься а можно нам туда приехать тоже вот как из-за дкб призовите и нас мы хотим тоже на сафари хочется пострелять по мирным жителям вот такая он дал как стрелять без предупреждения ничего вот увидел когда там бежит может стрелять без предупреждения можно сказать пока по кому стрелять по тем кто будет не выполнять закон и требования правильно ну так показывали подъехал бтр и начали стрелять по этим демонстрантам подъехала легковушка открыли багажник начали выгружать оружие тоже так же вы же помните как у вас беркутовцы жгли они стояли смотрели так сначала потом пулять почему-то начали и стоит с той стороны это же ну как сказать вы догадываете сами что это все не просто так правильно да там уже как бы беркутовцы говорят что они не стреляли и по ним стреляли и они стреляли чем чем только да у беркутов не было оружие которое так сказать для поражения у них были помповые какие-то там ружья вот с такими пулями которым ранить можно но убить нельзя ну я же вам не было до неба но если вы там с 10 метров в лоб его стрельнет понятно а так можно и дубинкой просто дать по голове даю забить ну даже можно понимаете травматом можно убить травматом вы что не понимаете можно же я же не говорю так в этом в москве в россии все знаете прям лучше нас я просто удивляюсь я вот я там был да вот участник свидетель знаю наверное больше вас в этом сидите где-то что-то начитались где-то что-то наслушались и мне будет тут рассказывать что там кто у кого стрелял а то что насмотрелся поверь по ютубу это не считается да ну что вы там по ютубу посмотрели до кинули значит вот эту значит коктейль молотова этот кадр все знают попала там брызнула на этого полицейского потом затушили он там не из ничего прям сделали какой-то значит это шо он там умер что ли ну по крайней мере ожоги получил ну и то и новое что когда такой можно сейчас вот тут смотрите в казахстане уже там по моему 18 полицейских вообще убили кому-то даже кому-то даже отрезали балду да 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 вот вы знаете что это нельзя делать так я говорю вопрос-то в чем что если будут какие-то вот они будут обязательно потому что в россии же вы знаете время от времени народ бунтует по-любому вот если будут какие-то бунты а дкб приедет к вам когда попросят приедут а чё попросят надо так сказать казахом казахом-то тоже надо тренироваться стрелять как вы думаете ну вот владимир владимирович да и попросит скажет ребята давайте приезжать их нам не справляюсь они шустро наверное кинуться вот вот это ключевые слова шоу они шустро кинуться у них же руки-то буду че чесаться будут руки до пострелять в русских помогать стрелять русских восстанавливать 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 а как вы считаете почему в казахстане значит вот собственно силовики не могут справиться как понимаю ну это так же как и у вас наверно было там когда они давали приказ беркуту чтобы они тут дал такой приказ стрелять без предупреждения вы что забыли нет это уже сейчас дал конечно да когда приказ стрелять для тренер на назад он дал приказ стрелять я читал что вчера а почему же убитая были позапозавчера почему вы знаете это же а вдруг пронесет ну как пронесет более уже гражданские лица убитая вы хотите сказать что стрелять или они без приказа нельзя так стрелять без приказа без приказа нельзя 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 какие-то ушлые дяди высшем руководстве там что там сейчас это пытается разобраться кто это высших эшелонах там дал приказ уйти из аэропорта силовикам сначала потом там еще что-то сейчас же будут это копать глубоко и сильно не все да 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 вот вызовут назарбаева он что-то удрал в россию надо его копнуть там кто его там будет фсб копать а куда он играл его нету казахстан он там его семья насколько я так читал и смотрел в ростов нет они рванули часть это в киргизию часть куда-то по-моему саудовскую аравия но это его ближний ближний круг ему ну и как вы считаете человек который чувствует за собой правоту он будет убирать но жизнь свою спасал как янукович точно так же у вас а можно тогда вот по-моему президент этот капитан корабля он наоборот не первый должен удирать а последний покидать корабль согласен если человек идет на пост президента он должен быть готов ко всему а что только пользоваться благами и никаких рисков так не бывает яркий пример это всегда его приводят сальвадор альенда в силе правильно был такой погиб с оружием в руках лукашенко тоже никуда не рванул взял автомат и сыном там это бродили летали готовы были защищаться а янукович у вас это ноги в руки ему там лапши навешали на уши что мы тебе поможем все ничего не это сама помогли и куда спасаться не в европу помчался в россию но он же он чего в европу не спасался потому что не подписал то ассоциацию с евросоюзом там злые на него надо было подписывать поехал бы уже небу куда-нибудь подписал вы бы бедные еще бы наверное еще бы раньше бы загнулись там он же видишь дедушка ли все же как сказать бизнесмен тихи для себя кто это он янукович а каким он бизнесом занимался подскажите янукович это каким бизнесом у него насколько я читал и смотрел там очень обширный бизнес будет по всей украине и еще и в россии плюс к этому скажите включилась свои ближайших родственников к этому там и уже скажите пожалуйста вот он был в безопасности в полной безопасности зачем все таки посадили россияне вертолеты вывезли из севастополя вот в ростов зачем попросился на жизнь дороже им как он безопасности там был не думаете что украинская армия пошла туда на штурмом российской базы в севастополе наверно нет он там находился на российской базе вот сидел бы там а что-то его его знаете что его россияне запугали и туда вот увезли они хотели этим шантажировать украину но что-то пошло не так не получилось да да его на вертолете а как же им то надо было что чтобы он написал им что прошу вот как такая да прошу пожалуйста пришлите войска помогите да и он якобы там что-то написал а чуркин этой бумажкой помахал там он да ему говорят дайте мы посмотрим он не взял спрятал папку и больше никто не видел эту бумажку конечно если бы он спрятал в папку так он бы так это не реагировал а чем они там отреагировали как же они же приняли резолюцию 68 262 незаконной оккупации крылья цифры не влазим а я влазим это же моя работа надо знать номера резолюции хотел он обмануть до чуркин ну бог ему судья как говорится он там уже на концерте у комзона куда же вот и блядь мудаки шановные друзья вы дивились на риску зи стримов а беды витая стримы целком без на риски и купюр будь ласка подпишись на патреон посылание на патреон птица ма видео и стримами подтримайте наш канал вподобайками коментарями тиснить на дзвіночок а також распространяйте мои ролики в соцмережах подпишись на всі мої канали адже час від часу мені доводиться змінювати місце стримів та дислокації з метою безпеки адже дуже багато росіян незадоволені моим контентом і кидають страйки наші гасла боритеся поборете героям слава смерть ворогам понад усе від сяну до дону на гиляку а